здравствуйте тема урока основные этапы эволюции вселенной модели вселенной жизнь и разум во вселенной сегодня на уроке вы научитесь оценивать возраст вселенной используя закон хаббла а также объяснять теорию большого взрыва используя данные о микроволновом фоновом излучении эпиграфом к нашему уроку возьмем высказывание великого казахского поэта писателя мыслителя просветителя абая кунанбаева 2020 году казахстан отмечал сто семидесяти пятилетие высказывание взято из слов на заседание сорок пятое слово мы не способны придумать науку можем только видеть осизать созданный мир и постигать его гармонию разумом теория большого взрыва состоит из четырех основных этапов первый этап это адронная эра адронная эра протекала при температуре 10 13 10 12 степени кельвин этот этап был непродолжительный в нем образовываясь элементарные частицы при очень высоких температурах и большой плотности в начале существования вселенной материя состояла из кварков и антикварков при взаимодействии которых образовывались барионы и мезоны также взаимодействие частиц было интенсивным из-за большой плотности вселенной на данном этапе следующий этап это лептонная эра она происходила при температуре 10 12 10 10 степени кельвин это тоже непродолжительный этап он был от 10 минус 4 степени до 10 в первой степени секунд данный этап характерен тем что температура понижается но все-таки она достаточно для того чтобы возникли электроны позитроны и нейтрина именно здесь на данном этапе образовалась нейтринное море и также было излучение электромагнитное микроволновым диапазоне частот которая называлась реликтовым излучением на рисунке частица и античастицы аннигилируют друг с другом и образуется два гамма кванта следующий этап эволюции это фотонная р температура вселенной снизилась до определенного значения вещество было отделено от антивещества образуются атомы так как электроны взаимодействуют с атомами гелия и водорода после этого заканчивается широкая фаза большого взрыва как на данном рисунке излучение перестает взаимодействовать с атомами вещество становится прозрачным для излучения также излучение отделяется от вещества и перестает участвовать в эволюции материи остывает вместе с понижением температуры вселенной температура вселенной четыре тысячи кельвин следующий последний этап это звездная эра этот этап который продолжается и в настоящее время он является основным и наиболее продолжительным предыдущие этапы составляет одну тридцати тысячную долю всей эволюции вселенной на данном этапе вселенной расширяется как видно по данному рисунку образуются звезды планеты звездные системы и галактики также на данном рисунке вы видите что излучение отделившиеся от вещества на этапе периода излучения было найдено американскими учеными в 1964 году и оно называлось реликтовым тепловым излучением если рассматривать возраст вселенной то необходимо указать закон хаббла закон хаббла был выведен в наблюдений за галактиками и рассматривая расстояние между галактиками хаббл определил что во время периода когда вещество во вселенной находилась в условиях большой плотности то постоянная хаббла имела следующее значение мы его определили на предыдущем уроке знаю постоянную хаббла можно определить время за которое эти наблюдения происходили то есть можно определить возраст вселенной т равно 1 делить на аж нулевое подставляя и преобразуя мы получим что возраст вселенной составляет ноль целых четыре тысячи триста сорок восемь десятитысячных умножить на 10 восемнадцатой степени секунд учитывая что один год это триста шестьдесят пять дней двадцать четыре часа шестьдесят минут и 60 секунд мы получим что один год это тридцать один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч секунд подставляя это мы получим что возраст вселенной составляет тринадцать целых семьдесят восемь сотых умножить на десять в девятой степени лет таким образом мы оценили возраст вселенной используя закон хаббла числовые значения постоянной хаббла изменяется в результате наблюдений и в результате расчетов данные постоянной хаббла различны почему так происходит пока не совсем ясно но ученые исследуют этот вопрос прогресс не стоит на месте человек постоянно развивается он достиг дна океана также смог находиться в открытом космосе и также он был на поверхности луны но существует такие вопросы которые необходимо исследовать и дальше исаак ньютон английский ученый физик астроном один из основателей классической механики сказал такие слова не знаю кем я могу казаться миру но сам себе я окажусь мальчиком бегающим на берегу и развлекающимся тем что от пары до времени отыскиваю камушек более разноцветный или красивую ракушку в то время как великий океан истины расстилается передо мной не исследованы современные модели вселенной они рассматривают эволюцию вселенной первая модель была создана альбертом инштейном в 1917 году он предположил что мировое пространство однородно и изотропно материя в ней в среднем распределена равномерно гравитационное притяжение масс компенсируется универсальными силами отталкивания на рисунке вы видите искривление пространство которое вызвано гравитационными волнами вокруг небесных тел следующая модель это пространство де ситера в том же 1917 году голландский ученый астрофизик вильям де ситер предложил такую модель эволюции эволюции вселенной согласно которой появление материи во вселенной сопровождалось одновременным возникновением сил космического отталкивания между массами которые стремятся удалить их друг от друга и растворить всю систему на рисунке вы можете наблюдать примерную модель до ситера следующая модель это модель фридмана в 1922 году российский астрофизик фридман предложил решение космологической модели которая принята в настоящее время решение уравнение фридмана предполагает три возможности первое если плотность материи и пространство равна критической плотности то мировое пространство оказывается эвклидовым и вселенная неограниченно расширяется от первоначального точного состояния состояния следующее если плотность будет меньше критической плотности то пространство будет обладать геометрией лобачевского и оно будет неограниченно расширяться и последнее если плотность будет больше плотности критической то пространство будет риммановым и расширение а затем сжатие будет продолжаться вплоть до первоначального точного состояния если рассматривать современную модель то она будет представлять собой следующий вид так как плотность считается что она меньше критической плотности и ускоренному расширению вселенной способствует темная материя и темная энергия во вселенной около 67 процентов вещества состоит из темной энергии 28 процентов состоит из темной материи и всего лишь 4,9 процента состоит из вещества известного нам и ускоренное расширение вселенной происходит под действием темной энергии если рассматривать жизнь и разум во вселенной то можно сказать что земля это идеальное место для жизни все сделано таким образом что на земле есть условия жизни земля имеет магнитное поле которое защищает ее от солнечного ветра следующее озоновый слой предотвращает попадание на землю ультрафиолетового излучения также вода на земле является основой зарождения жизни и расстояние 150 миллионов километров идеально для того чтобы на земле существовала жизнь если бы хоть на 15 процентов расстояние уменьшилась или увеличилась то условия на земле были бы невозможны также парниковый эффект который создается с помощью углекислого газа защищает землю от охлаждения и перенагревания конечно же были определены планетарные системы но жизни на этих системах пока не обнаружено исследования ведутся посылаются радиосигналы но разум и жизни не обнаружены сегодня на уроке вы научились оценивать возраст вселенной используя закон хаббла объяснять теорию большого взрыва используя данные о микроволновом фоновом излучении урок окончен до свидания